Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Тимур Туманов. Смотрите сегодня в нашей программе. Доверительный разговор. Традиционная встреча главы района с представителями малого и среднего бизнеса прошла в кафе Айпляж. Чтобы у нас появлялись целые семейные династии, которые по вашим стопам будут также брать ответственность за самих себя. Как уберечь железного коня? Велосипеды гаражам становятся легкой добычей для воров. Три часа я покинаюсь. Обычный велосипед здесь стоит? Велосипед нет. Велосипед нет. Смотрю за мной здесь. Вышли в большую творческую жизнь. В детской музыкальной школе имени Раиса Нагимова прошел выпускной. Пусть это будет первый альмаматер, потому что они все еще маленькие по возрасту и получают первый свой документ. Прошло две недели с начала священного месяца Рамадан. Напомним, что он начался вечером 16 мая, а завершится вечером 14 июня праздником Ураза Байрам. Все это время православные мусульмане держат пост Уразу. Им запрещено принимать пищу и питье до захода солнца. Но как только стемнеет, наступает разговение. Ифтар. Вечернюю трапезу в центральной мечети посетил глава района Айрат Хайрулин. Подробности в нашем сюжете. Накануне вечером Ифтар в главной мечети города посетил глава района Айрат Хайрулин. Он разделил трапезу с председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Хазратом Самигулиным, имам Хатыбом Альметьевского района Фагимом Хазратом Ахмедзяновым и другими почетными гостями. Открывая Ифтар, Айрат Хайрулин подчеркнул важность веры как связующего звена между народом и государством. Страна, в которой мы живем, большая страна сохранилась. Ну вот, сегодня в мероприятии Ифтар, мы не так часто встречаемся в таком кругу. Мне очень приятно, здесь есть руководители, которые пришли не только потому, что они руководители, а потому, что они пришли в газовое сердце. Также глава района упомянул конкурс на знания 99 имен Аллаха, который на днях прошел в центральной мечети. Сложность задания заключалась в том, чтобы не только запомнить все имена, но и в том, чтобы произношение всех было безукоризненным. Конкурс затронул все возрастные группы. Самому юному участнику было всего 6 лет, а самому взрослому 82 года. Как в таком возрасте, чтобы себя замотивировать, как память была, и вот, как будто она доехала, наизусть все 99 имен Аллаха рассказала. 99 и она это узнавала. Муфти Татарстана отметил преданность вере людей, которые держат пост, потому что в отличие от других благих деяний, которые совершаются публично, ураза очень личное решение, и оно может быть только искренним. Можно увидеть, как читается намаз, как отдается закат, как совершается хадж, но как держат уразу, никто кроме Бога увидеть не может. Я же могу где-то, где меня никто не увидит, попить воды или поесть. Люди этого не увидят, но Бог увидит все. Ифтар завершился вручением сертификатов тем, кто прошел обучение татарскому языку, татарской истории и основам религиозного учения. После всех церемоний, собравшиеся в трапезном зале, удалились для прочтения вечерней молитвы. Глава района Айрат Хайрулин встретился с представителями бизнес-сообщества города и района. Мероприятие прошло в кафе «Айпляж». Такое общение главы с предпринимателями в неформальной обстановке стало в Альметьевске традиционным. Подробности в следующем сюжете. На сегодняшний день в Альметьевском муниципальном районе осуществляют свою деятельность более 6,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном они занимаются оптовой и розничной торговлей, обрабатывающим производством, строительством, операциями с недвижимостью, производством сельхозпродукции. Айрат Хайрулин пожелал предпринимателям успехов. Чтобы как можно меньше было у вас неудач, чтобы бизнес-планы, которые вы разрабатываете, чтобы они всегда имели минимальный люфт по срокам и по стоимости. Ну и конечно, чтобы в ваших семьях вы воспитываете детей, чтобы у нас появлялись целые семейные династии, которые по вашим стопам будут также брать ответственность за самих себя. Глава района вручил благодарственные письма Совета и Исполкома района. Диплома лучшим предпринимателям, внесшим вклад в социально-экономическое развитие города и района. В городе и районе большое внимание уделяется развитию среднего и малого бизнеса. Успешно решается одна из самых важных задач – повышение инвестиционной привлекательности Альметьевского района. Регулярные встречи руководства района и Альметьевского бизнес-сообщества помогают решать многие наболевшие вопросы предпринимателей. В том числе и такие, как сокращение административных барьеров, своевременное предоставление информации, доступ к образовательным ресурсам и многие другие. Татьяна Леонтьева, Альметьевск ТВ Сотрудники ГИБДД вышли в рейд на городские улицы, ловили водителей, которые перевозили в своих автомобилях маленьких детей без специальных удерживающих устройств. За их отсутствие беспечных родителей наказали рублем. Подробности далее. Ближе к 17 часам на обочине дороги один за другим паркуются автомобили. Родители приехали забирать своих детей из детского сада, но здесь мам и пап встречают автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД решили проверить, как родители заботятся о безопасности детей. Вопрос задают только один. Есть ли в автомобиле детское удерживающее устройство? Практически от всех ответ утвердительный. Родители поясняют, для них очень важна безопасность ребенка. Но нарушители не заставили себя долго ждать. И это одно из самых популярных оправданий. Есть и те, кто говорят, уверены в своем водительском мастерстве. Вот только при этом они исключают из уравнения других участников движения. У других кресло в машине есть, но ребенок не пристегнут. И это тоже нарушение. Как здесь. Автоледи не пристегнула ребенка ремнем безопасности, но стража дорог пыталась убедить в обратном. А ведь ни одного человека, пожалуй, не оставляют равнодушным сюжеты о детях, что пострадали в авариях. Особенно, если при этом они стали жертвами родительской беспечности. К сожалению, так действительно бывает. И это подтверждает статистика. С начала года в авариях на Альметьевских дорогах пострадали семь детей. Также автоинспекторы привлекли к ответственности 616 водителей, которые перевозили детей без детских кресел. Каждый год госавтоинспекция города Альметьевска проводит акцию «Внимание дети». С 14 мая по 3 июня инспекторы ГИБДД совместно с образовательными учреждениями проводят лекции, раздают буклеты и листовки самим детям и их родителям. И организуют рейды, где родителям напоминают, что перевозить детей в легковом автомобиле до 12-летнего возраста можно только с использованием специальных детских кресел. Малышей до 5 лет тоже в кресле либо люльке, соответствующих весу и росту ребенка. Сегодня за час операции проверили около 30 автомобилей, выявили четырех нарушителей, им выписан штраф. Он, к слову, не маленький – 3000 рублей. Остальным же пожелали счастливого пути и безопасной дороги. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. Актуальная тема для лета. Весной и летом на улицах становится больше велосипедистов. Вместе с тем растет число краш велосипедов. Двухколесный транспорт, оставленный без присмотра на улице или пристегнутый ненадежным тросом, становится легкой добычей для воров. О последствиях такой неосторожности в следующем сюжете. 22 мая в дежурную часть обратилась жительница Альметьевска и сообщила о том, что у ее сына украли велосипед. Мальчик обычно на нем ездил в школу. Именно здесь, на территории школы номер 4, и произошла кража. Велосипед был недешевый – 26 тысяч рублей. 22 мая он поехал на нем, как обычно, в школу. Утром он приехал в школу, пристегнул замком противоугонным забором велосипед. После уроков он вышел, а велосипеда не было на месте. И мы обратились к сотрудникам полиции за помощью. Благодаря записям с видеокамеры сотрудники полиции быстро нашли злоумышленников. Уже на следующий день велосипед был возвращен владельцу. За совершение кражи задержано двое 13-летних ребят. Теперь мальчикам и их родителям придется общаться со стражами порядка. С детьми инспекторы ПДН провели профилактическую работу. А в отношении родителей составлен административный протокол. В дальнейшем школьники будут направлены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в город Казань. В тот же день из подъезда одного из домов по улице Ленина тоже был похищен подростковый велосипед. Противогонный замок не помог и на этот раз. В три часа. В три часа я поднимаюсь, обычный велосипед здесь стоит. Велосипед нет. Велосипед нет, смотрю, замок здесь. Дима пошел, он сказал, где у тебя велосипед, он говорит, здесь стоит. Спустился, нет велосипеда. Я говорю, ну все, правильно. Сотрудниками уголовного розыска похититель установлен и задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Альметьевска. Украденный велосипед он успел продать. Но полицейские нашли нового хозяина и изъяли транспорт. Татьяна Леонтьева, Альметьевск ТВ. Впервые в Альметьевске пройдет всероссийский флешмоб «Парад влюбленных». Акция пройдет в 13 городах России. Приглашаются все и влюбленные пары, и супруги. А цель «Парада влюбленных» – это возродить семейные ценности и привить любовь к прекрасному. В программе награждение семейных пар долгожителей, интерактивные площадки, розыгрыш призов, концерт. Выступят творческие коллективы Альметьевска и звезды татарской эстрады. Муннир Рахмаев, Ильнас Гарипов и Римма Никитина. Дети тоже не останутся без внимания, будут работать аниматоры, и развлекательная программа для детей тоже будет специальная. Акция состоится 3 июня на площади Дворца культуры Невче. Начало в 10 часов. Состоится розыгрыш призов. Для этого нужно всего лишь прийти, и на площадке будет работать регистрационный стол, зарегистрироваться и будет участие принимать в розыгрыше призов. Приходите, мы очень вас ждем. Напомним, 1 июня в Альметьевске пройдет день бесплатной правовой помощи. Такие же акции в этот день пройдут по всей стране. С 8 до 16 часов адвокатский центр номер 1 города Альметьевска, негосударственной некоммерческой организации коллегии адвокатов Республики Татарстан, будет бесплатно принимать граждан всех категорий. Консультации можно получить по любым правовым вопросам. Адрес город Альметьевск, улица Ленина, дом 53, телефоны 45 85 99 и 45 86 01. Это еще не все новости. Смотрите далее в программе. Это надо видеть всем. Выставка раритетных фотоаппаратов проходит в центре детско-юношеского творчества. Вышли в большую творческую жизнь. В детской музыкальной школе имени Раиса Нагимова прошел выпускной. В Альметьевской детской музыкальной школе имени Раиса Нагимова прошел выпускной. 68 юных музыкантов попрощались с учебными классами и преподавателями, которые познакомили их с азами музыкального искусства. Добрые пожелания, теплые поздравления и, конечно, много музыки. Подробнее в нашем сюжете. Среди выпускников этого года участники и лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов. Их переполняют самые разные эмоции. Волнение, тревога, радость, грусть. Но в одном эти ребята едины. В своей благодарности любимым педагогам. Это прекрасное место. Здесь вас научат творить, любить музыку, создавать музыку. Не знаю, это место стало как моим вторым домом. На протяжении этих трех лет я обучалась у преподавателей, которым я очень благодарна. И хотелось бы очень поблагодарить их за все, что они сделали для меня. Выпускной в музыкальной школе – это праздник не только для учеников и учителей. Это событие и для родителей. В зрительном зале они сидят рядом со своими талантливыми детьми. А со сцены звучат поздравления, напутствие и добрые пожелания. А сегодня я хочу поздравить весь коллектив музыкальной школы, наших уважаемых родителей. Потому что наши родители – это самые лучшие родители. И последние выступления на сцене родной школы. Не для зачета или экзамена. Для души. Наверное, поэтому музыка звучит так трогательно. Пусть это будет первый альмаматер, потому что они все еще маленькие по возрасту и получают первый свой документ. Я думаю, получают заслуженно. Я им желаю удачи. И, конечно, как на любом выпускном, самый волнующий момент – вручение аттестатов. Юноши и девушки выходили на сцену под аплодисменты зала. Получая аттестат, они оставляли памятный автограф в большой тетради. Музыкальная школа позади, а музыка будет с ними всегда. В Центре детско-юношеского творчества проходит выставка фотоаппаратов. Ее организовал частный коллекционер Игорь Корсалов. В коллекции собрано более 80 экспонатов. Возраст выставленных экземпляров разный – от конца 19 века до наших дней. На необычные выставки побывала и наша съемочная группа. Игорь Корсалов увлекся коллекционированием фотоаппаратов с 2003 года. Сейчас в его коллекции более 80 различных фотоаппаратов, а также линзы, пленки, объективы и многое другое. Игорь считает, что экспонатам не место дома, их должны видеть люди. Поэтому с 2007 года он организует выставки. Если эти фотоаппараты будут лежать у меня дома просто всю жизнь, и люди не будут это видеть, то это будет, скорее всего, зря прожитой жизнью. Здесь фотоаппараты американского, японского, немецкого, французского и отечественного производства. Самый древний экспонат – знаменитый кодек конца 19 века. Одни из самых интересных экспонатов выставки – фотоаппаратура разведчиков и шпионов. Например, этот аппарат 1904 года замаскирован по часы. Другой фотоаппарат использовался только для кражи документов. Если человек, допустим, нарвал какой-то документ, он покупал такой фотоаппарат и, соответственно, фотографировал. Он проникал на какой-то объект и фотографировал чертежи. До 1927 года в качестве вспышки использовали смесь магния с хлоратом калия, который поджигался. На выставке есть фотоаппараты, где использовалась подобная технология. В коллекции собрана фототехника совершенно разного назначения. Автальмологическая, фотоаппараты для орнитолога в форме бинокля, детские в виде игрушки. Есть в коллекции и аппарат, которым Волк из мультфильма «Но погоди!» сделал первые селфи. Все фотоаппараты в коллекции Игоря находятся в рабочем состоянии. Неудивительно, что при таком необычном хобби он и сам является фотографом. Поэтому на выставке можно не только посмотреть на фототехнику, но и узнать принцип ее работы и научиться правильно фотографировать. Выставка будет работать до 10 июня. Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ К новостям спорта. В Альметьевске прошло открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Юность» по баскетболу. В соревновании приняли участие 4 команды школы «Юность», 3-й и 15-й школ, а также команда из бавлов. Первое место заняли бавлинцы. Второе ученики 15-й школы бронзу взяли воспитанники детско-юношеской спортивной школы. На четвертом ученики 3-й школы. На днях альметьевские спортсмены вернулись с первенства Татарстана по греко-римской борьбе. В соревнованиях принимали участие юноши 2005-2006 годов рождения. Команду Альметьевска представили 25 посвитанников школы Олимпийского резерва. Ребята показали отличные результаты, завоевав 4 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Участие приняли 159 борцов со всей республики. А сейчас расскажем о погоде на предстоящие сутки. В четверг в Нефтеграде будет облачно с небольшим дождем. Температура воздуха ночью 9 градусов, в днем 11. Атмосферное давление 740 мм воркутного столба. Сразу после новостей передача «Градская среда» с Еленой Морданшиной. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова